Что можно указать в заголовке, что можно вообще писать в заголовке для того, чтобы как-то привлекать внимание? По-моему, у вас эта штука есть, но если нет, то сейчас просто продублирую, и вы поймете. Просто несколько вариантов того, что можно писать. Хотите, и ключевое слово или ключевую фразу вставляете. Там, ищите, ищите ключевое слово, там, нужен, да, то есть, что вы, это такое объявление, фильтр, то есть, что вы делаете? Вы просто спрашиваете человека, там, нужен, и ключевое слово, он говорит, да, для себя, там, типа, ну, кликают, типа, нужен, конечно, вот, то есть, такой вариант может быть. Эти, хорошо, объявления, когда вы, ну, ладно, короче, это можно использовать. Ключ от столько-то рублей, к примеру, когда у вас у тупая цена, условно, да. Слово, там, ключ от производителя, там, производителя. Да, если короткое ключевое слово, вообще, от производителя, слово такой триггер, который, типа, дает понятие людям, что, блин, ну, дешево, наверное, либо напрямую качественно, и так далее, и тому подобное. Оригинальный, оригинальное, оригинальный ключ, там, от столько-то рублей, к примеру. В случае, если ваше УТП является оригинальностью, типа, много подделок, у вас оригинал, там, ключ, там, ключевое слово, с гарантией, к примеру, да, гарантией, там, от трех лет, к примеру, если, от трех лет, если УТП является гарантией, условно, там, не знаю, ключ бесплатно, бесплатный обмен, к примеру, там, ключ плюс бонус бесплатно, ключ плюс подарок, да, там, типа, или ключ в подарок, тоже хорошо. То есть слова подарок, бесплатно, бонус, производитель, со склада, ликвидация, распродажа, распродажа ключ. Распродажа и ключ, к примеру. Там типа акция ключ, скидки ключ. Вот эти все вещи, они работают хорошо, прикольно, интересно. То есть цепляют людей. В случае это хорошо работает, если у вас там теплые и горячие ключевики. Если вы используете холодный ключ, то как бы глупо, если вы смежный, грубо говоря, занимаемся мы этими зарядкой от солнечных батарей, а рекламируемся по рациям, по автономным рациям. Группу писать, хотите автономную рацию, да. Он кликает, а там, блин, эти, солнечные батареи. Ну, тупизм какой-то, да. То есть нам как бы по-любому мы не можем там указывать ключ. В этом случае мы использовали в заголовке, мы шли сознательно на то, чтобы понизить CTR, наверное, шли сознательно для этого, но таким образом мы повышали качество, мы отсеивали весь трафик, экономили бюджет. Таким образом мы это делали? Мы знали, кто нам нужен. То есть, грубо говоря, мы понимали, что по... Мы понимали, что на вот эти вот солнечные батареи нужны походники, у которых есть потребность в зарядке, да. Вот. И мы писали в заголовке объявления, как раз таки, вот сейчас я там, как это там мы применяли, не помню. Я помню, что мы применяли в другой сфере, когда мы по каким-то ключикам опт, да, мы по опту рекламировались. Нам нужны были предприниматели, и мы предпринимателей искали по слову опт, потому что понимали, что малый бизнес, например, микробизнес, да, какие-то там закупки и так далее, то они ищут оптовые закупки, то есть им надо закупаться оптом, чтобы потом продавать это дело. Поэтому по слову опт, по-любому, скорее всего, часто сидел предприниматель. Но понимаешь, не все. Поэтому по слову опт мы рекламировались, и заголовок был такой-то, вы предприниматель, там, у вас свой бизнес, вы владелец магазина. Таким образом, в заголовке ключа не было, но в заголовке был фильтр, который сразу отсеивал тех, кого нам не нужно, что вряд ли, если он не предприниматель, написано «Вы предприниматель?» Нет. Ну нахрена ему кликать тогда? Конечно, были люди, которые кликали, им было интересно, но зачастую, да, там, основная часть, основная масса, ну, зачем? Глупо как-то получается. Вот. Это в заголовках объявлений. Таким образом, вы можете написать более-менее продающий и привлекательный заголовок, укладываясь в эти символы, которые вам отведены. Субтитры создавал DimaTorzok